Всем привет, дорогие друзья! На дворе декабрь. Нам, как истинным садоводам, не имётся. Поэтому я занимаюсь тем, что проверяю и, наверное, сегодня пересажу свои крупнолистные гортензии, которые я черенковала 26 октября. Потом примерно где-то через неделю я делала проверку. Тоже там были уже корешочки. Ну а сейчас уже 10 декабря. В общем, я вижу, что они там укоренились. Поэтому решила рассадить. Вот приготовила горшочки, грунт. Ну и давайте посмотрим. Крупнолистные гортензии для меня новые. Сейчас это очень модное растение. Хотя я прекрасно знаю, что гортензии эти в нашей полосе практически не зимуют. Нужно будет уносить в подвал. Но ради красоты тех самых волшебных цветов готова, ну, скажем так, поэкспериментировать с их разведением. Ну, про черенкование могу сказать. Очень легко черенкуется. Прямо сразу в воздухе дают корешочки. Вот. Про цветение тоже пока сказать не могу. Весной посмотрим и летом. Ну и про зимовку. Опять же, есть у меня сейчас один саженец, зимует на улице. Один, значит, зимует в холодильнике. Да-да, не удивляйтесь. Поставила в холодильник, но один саженец бросил листья. Честно говоря, не понесла его в подвал и решила в холодильнике наблюдать. Все равно температура там 4-6, как и в погребе. Ну, это я уже отвлеклась. Давайте вернемся к вот этим саженцам. Сейчас вытащу, посмотрим. Достал из пакета. Ну, зеленые. Конечно, часть листьев у них отвалилась, но, может быть, кто помнит, в ролике я показывала, что на некоторых растениях были признаки мучнистой росы. Конечно, что-то видно, это заболевание частично. Тут эти уже листья были поражены. Ну, а свеженькие вот растут уже зелененькие. То есть здесь листик отмирает, а серединка вся зеленая. На одном из саженцев я заметила, вот, не знаю, как будет видно, очень похоже, что это цветочек, ну, или какой-то зарождающий цветочек. Не знаю, нужно его отрывать или нет. Ну, вот один из, скажем так, череночков, он погиб. Вот такая была почечка. Но я немножечко один раз забыла пролить. Так-то видно, что корешки были. Вот, ну, он был слабенький, но даже на нем, вот, я не знаю, как будет видно, корни были, уже образовывались. Ну, вот я его немножечко загубила. Так, ну, остальные все живые. Вот это сорт Нико Блю. Два побега. Один побольше, один поменьше. Давайте, конечно, начнем с большого, жирного. Так. Все. Ушки. Ну, огромные. Огромные корни, конечно, да. Еще я тянула их пересаживать. Тут уже прямо они... Ого-го! Вот. Такая вот история. Тут маленькие сразу так в сторону берем. Смотрите, какая красотища. Так, Нико Блю. Я приготовила горшочек. Такой, наверное, он по 7. Думаю, вполне будет достаточно. Грунт тоже у меня торф. Торф кислый, смешанный с нейтральным. Добавлен агробалт. Ой, добавлен перлит. И еще хочу добавить сейчас немножечко удобрений, потому что растение уже, смотрите, какое вегетирующее, сильное. Поэтому ему нужно будет питаться. А торф и вот эти торфяные смеси, они практически нейтральные. Ну, я считаю, шикарный результат. Что тут получается за 2 месяца. Единственное, что сейчас тяжело, это крупнолистная гортензия, наверное, должна находиться в состоянии покоя. А мы тут вот ее размножаем, плюс переваливаем. Смотрите, какая малышка. И корешочки тоже хорошие. Так, сразу положу вот сюда. Иногда люди спрашивают, используете ли вторичную землю. Конечно, используем. Смотрите, здесь хороший торф. Чистенький для черенков он тоже подходит. Поэтому его переваливаем. Ну, и тару, кстати, такую тоже используем. Вот здесь у меня был фантом. Зачеркиваю, пишу заново. Не выбрасываем, а экологически используем повторно. Так, что у нас здесь? Вот такой интересный сорт. Покупали у глуховой. Коробку девушка мне нашла, но я вот сейчас название не вспомню. Интересный очень такой плотно резной лист. Прям нарезанный. Крупные такие вдавленные бороздки у листа. Вот эти гладенькие. Видите, а это прям такой курчавый. Кто знает сорт, ну, у такой гортензии, может, это кому-то показатель, напишите. Ну, хорошая корневая. Так, и у этого, и у этого саженца. Маленькие были достаточно эти розеточки. Вполне отличные корешочки. Видно. Ага, вот. Видно. Жирненький стволик, хорошенькая розеточка, такая четкая почка. Так, вот эту еще посмотрим. Посмотрим. Очень маленький вот этот был побег, какая-то как слепая почка, но тоже, смотрю, вот растет. Ну, у маленького, понятно, поменьше. А у жирненького... Сейчас. Вот так. Ну, тоже. Видите, как срослись уже корни. Маленькие-маленькие, а корешки-то... Ай-яй. Сейчас я попробую, извините, одной рукой отделить. Ну, хорошие, вот уже как. Вот так. Вот это вообще прям... Ох! Вот сколько корней, хотя листочки так средние. Ну, все-таки я смотрю, что же это такое. Цветочек. Очень похоже на цветочек. Что делать с ним, не знаю. Кто знает, напишите, стоит ли прищипывать. Вот. Ну, остальные растения, я думаю, смысла при вас тут разглядывать нет. Ну, уже ладно. Любопытство. Так любопытство. Кстати, вот смотрите. Прямо вот поверх корни. Видите, как идут крупнолистные гортензии. Вот прям на стволике образуют такие воздушные корни. Ну, вот как я говорю, в воздухе... В воздухе укореняется. Так, сейчас перевалю вам, покажу дальше небольшой нюанс. Закончила рассаживать, и сейчас нужно пролить. И вот здесь нужно быть очень внимательным, то есть проливаем буквально вот чуть-чуть в серединку, чтобы растение просто чуть-чуть уплотнилось, вышел воздух около корней. Полностью заливать вот прям вот в мокрый грунт не нужно, потому что корневая не такая большая у растения, и грунт может закиснуть. Вот. И еще самый важный нюанс. Вы вытащили растение буквально из парника, то есть я вытащила из пакета. И сейчас на открытом воздухе плюс пересажено, оно будет очень страдать. Поэтому ему нужно создать парниковые условия. Составляем обратно в контейнер. Опрыскиваем. Нужно будет накрыть пакетом. Вот у этих контейнеров, к сожалению, нет крышек. Но может быть, к счастью, потому что бывает, что закрывают полностью крышкой, и растение там просто задыхается. Заматывать стретч-пленку полноценно, полностью, то есть просто герметично, тоже не рекомендую, или хотя бы делайте какие-то отверстия. Вот. Тоже под стеклом это слишком герметично. Или если у вас стекло, крышка или поликарбонат, то какой-нибудь, ну вот сюда палочку какую-нибудь от суши, вот так на угол поставьте, чтобы было проветривание. Ну, реально растение просто задохнется. Ну, классическим каким-то пакетом или целлофанчиком накроете, все равно здесь продух есть, не плотненько. Вот. И ставить растение нужно под подсветку. Сейчас на улице очень рано темнеет, поэтому гортензии, они у нас вегетирующие, они должны расти под светом. Такие саженцы, вот видите, уже даже пытаются цвести, поэтому свет им необходим. Подсвечивать растение нужно, ну, минимум 12 часов в день. У меня есть комната, в которой горит свет круглосуточный, там светят диодные лампы, они едят очень, ну, вернее, потребляют очень мало электроэнергии, поэтому я эти растения туда и определю. Вот. Что еще сейчас им нежелательно? Естественно, не ставьте на окно, то есть вот этот контейнер на открытое солнце. Где-то, если это стеллаж и, предположим, у вас здесь солнечный свет, поставьте, ну, хотя бы лист бумаги, вот, чтобы контейнер и так влажный, не перегревался. Ну, все, дальше продолжаем наблюдать за ними. Это уже будет в следующих видео. Ну, а сейчас всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok